Ищут пожарные, ищет милиция. Сразу шесть объектов заминировали в Одессе. Жители Хаджибейской дороги перекрыли трассу, боятся подтопления домов и обвала. И Одесский ипподром намерены обанкротить, а земли передать Донецкой компании под застройку. Информационная служба седьмого канала подводит информационные итоги дня. Меня зовут Екатерина Поденежная. Здравствуйте. В Одессе заминировали сразу шесть объектов. Бомбу искали в облгосадминистрации, городской прокуратуре, аэропорту в Малиновском, Приморском и Киевском районных судах. В результате около 200 пассажиров и весь персонал одесского аэропорта эвакуировали. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на городской пульт милиции около 15.30. На этот момент шла регистрация на два рейсов в Киев и Анталию. Госавтоинспекция перекрыла подъезд автотранспорта к аэровокзалу. Спасатели милиции обследовали здание терминала на предмет наличия взрывчатки. Заминированные аэропорта. Не пускаем людей, делаем отвод транспорта на улицу Щерса. В сторону аэропорта ни один транспорт гражданский не проезжает, кроме служебных. Как выяснилось, тревога оказалась сложной. Сейчас работа аэропорта возобновлена. Хулиганская выходка к отмене рейсов не привела. Сигнал о заминировании поступил на городской пульт милиции. Дальше уже патрули этой службы и МЧС выдвинулись к нам в аэропорт. Была проведена эвакуация всего терминала. Были эвакуированы пассажиры и сотрудники, которые здесь работают. Была проведена полностью проверка всей территории. Подтверждена, вернее, не подтверждена информация о заминировании. То есть устройство не обнаружено. После этого в 16.05 работа аэропорта была восстановлена. На данный момент вы видите, что проходит регистрация на два рейса. Вслед за сообщением о заминировании аэропорта появилась информация о наличии взрывного устройства и в здании облгосадминистрации. В районе 4 часов дня на пульт службы 102 поступил звонок, после чего на место прибыли правоохранители. Они начали эвакуацию сотрудников. Работников здание эвакуируют, но ждут собак, чтобы понюхали. Ну, так, в принципе, никакого ажиотажа, никакой паники нет. Спустя полчаса на место прибыли взрывотехники и кинологи. Для проверки всего здания прилегающей территории группе понадобилось около двух часов. Взрывное устройство так и не обнаружили. У одесских спасателей новый начальник. Сегодня его представили личному составу. Главой ведомства в Одесской области стал генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак. Ранее он возглавлял Кировоградское управление ГСЧС. Сейчас ему 48, родился в Черновцах, в 16 лет поступил в военное училище и до 1993 года служил в вооруженных силах, а потом начал карьеру спасателя. Милиция и спасатели отработали эвакуацию людей со стадиона Черноморец. На этот раз учебную. По сценарию на арене обнаружили бомбу, в связи с чем дополнительно перекрыли подъезды к стадиону. Напомним, что после более чем полугодового затишья, связанного с угрозой терактов, в Одессу возвращается большой футбол. Уже 2 августа в рамках третьего тура чемпионата Украины Черноморец сыграет с киевским «Динамо». Данный стадион представляет интерес тем, что рассчитан на более чем 34 тысячи посадочных мест. Большое скопление людей, а также угроза возникновения паники при объявлении обнаружения взрывоопасного предмета может вызвать трагические последствия. Всеми взаимодействующими службами будут отработаны действия по безопасной эвакуации, а также предупреждения населения о выявлении взрывоопасного предмета. Жители Хаджибейской дороги устроили предупредительную акцию. Они требуют от главы Одесской области укрепить дамбу на Хаджибейском лимане. Причина – постоянные подтопления близлежащих домов и угроза обвала объездной дороги Одесса-Киев. Если их и на этот раз не услышат, местные жители обещают устроить масштабный митинг уже без предупреждения. В теме разбиралась Ольга Голодова. Утром одесситы перекрыли движение по Хаджибейской дороге. По словам местных жителей, это предупредительная акция. Ее цель – привлечь внимание главы области к надвигающейся техногенной катастрофе. За 8 минут мы отсняли вот такой поток легковых и большегрузных машин. Это Одесская объездная дорога. Она соединяет Клеверный мост и поселок Котовского. Вот эти отверстия, которые уже прошли до середины дороги. Мы просто жалеем этих водителей, которые сейчас проезжают. В любую минуту будут падать машины в лиман. Вода поднимется 2 метра 20 сантиметров. И поплывут все нефтебазы, которые здесь, и райотдел, и хаджибейский отдел, милиции, и все, и порт поплывет. По словам местных жителей, вода подмывает дамбу уже более 11 лет. Последнее подтопление здесь было в апреле. По приблизительной оценке специалистов, прорвав дамбу, лиман может на 2 метра затопить целый район. От молодой гвардии до пересыпи. Насыпь была полностью, вот этого камня не было видно, это все было засыпано. Сейчас я не знаю, я говорю, один единственный такой, как в апреле был, шторм, это все полностью снесет и будут наши дома под водой. Сейчас начнется осень, начнутся шторма, и мы просто не успеем все рта открыть, как ее размоют, и тогда уже будет вообще поздно. Вся сливная канализация города идет в этот лиман, и если его прорвет, это будет просто техногенная катастрофа для всего. На встречу с жителями Хаджибейской дороги приехал советник главы Одесской облгосадминистрации Саша Боровик. Если своими силами делать, вот 7 миллионов гривен, чтобы бетоном залить. Сколько? 7,5? Да. Чтобы бетоном залить. Это люди, которые инженеры, которые понимают, что где-то разговаривали. Это первый, это первый, чтобы продержаться до 8 дней. Это не является как дамба, это у обл.автодора дорожное полотно, дорога на балансе, дорога и дорожное полотно. То есть статусы какие-то артикинического сооружения у этого нет. Мне нужно понять, насколько тяжела проблема, насколько серьезна проблема, чтобы понять, это должен стать приоритетом номер один, приоритетом номер два или приоритетом номер три. Они уверены, что это приоритет номер один. И мне нужно будет понять, если это приоритет номер один, его нужно будет решать как приоритет номер один. План эвакуации жителей Хаджибейской дороги и большевика есть. Понадобится ли он, неизвестно. Жители надеются, что дамбу все же укрепят и до отселения дело не дойдет. Одесский ипподром намерены обанкротить и застроить его территорию. Такое мнение высказывают сами сотрудники предприятия, которому в сентябре должно исполниться 125 лет. Возможно, юбилей крупнейший в Украине ипподром так и не отметит. Его земли хотят передать в частные компании из Донецка. Якобы у киевского руководства есть такие планы. Конкретно землю мы должны переоформить на ДПК «Неводство Украины». А договора нам предлагают банкротище предприятие записать с предприятием частым, с частной структурой, которая зарегистрирована в Донецкой области. У нее есть название? Конечно, есть название. Это предприятие «Миллениум». Проблемы на Одесском ипподроме существуют не первый год. Ведутся также разговоры о переносе предприятия с четвертой фонтана на окраину. Одесские коневоды со своей бедой обращались и в правоохранительные органы, и в администрацию президента. Теперь они надеются, что сохранить Одесскую достопримечательность поможет новое руководство области. Коневодство Украины занимает сегодня 43 тысячи гектаров земли. Наши конные заводы и Одесский ипподром в центре. Естественно, есть желание заполучить эти территории. Естественно, есть желание не развивать, не вкладывать в эту отрасль, а получить сверхприбыль. А то управление, которое на сегодняшний день существует, это практически частная структура. Ярмарка вакансий на Думской площади. Сто крупных предприятий города предложили рабочие места Одесситам. Все желающие могли пообщаться с работодателями, пройти тестирование на профориентацию и, самое главное, найти работу. На ярмарке побывала Алися Повар. Доска объявлений на Думской площади пестрит предложениями. Требуются рабочие, медики, учителя, швей. Список насчитывает 600 таких предложений. На ярмарке вакансий у всех есть возможность пообщаться с работодателем и, возможно, занять желаемое место. В том числе работодатель может смотреть, и это такое блиц, скажем так, собеседование. Работодатель понимает, хочет ли он видеть данного сотрудника у себя в штате или нет. И уже по итогам их общения идеальный вариант, когда они договариваются на день, на время, для того, чтобы пройти уже непосредственно собеседование, либо же уже подавать документы на трудоустройство. Большой процент безработицы, и это в какой-то мере решает этот вопрос, снижение безработицы. Люди находят свою работу по специальности, и туда им намного легче будет жить, существовать. Здесь каждый может научиться писать резюме, которое заинтересует работодателя, узнать свои профессиональные склонности и даже сделать маникюр или прическу. А тем, кто столкнулся с проблемами на работе, поможет совет юриста. Это в вопросах трудоустройства, какие необходимы документы подачи для трудоустройства, какие могут возникнуть проблемы с работодателем. Это в вопросах увольнения, в вопросах решения трудовых скоров. Сто крупных предприятий презентовали себя на ярмарке. Все обещают зарплату от двух тысяч гривен. Искать работу пришли студенты и опытные специалисты. Люди постарше говорят, что молодым устроиться легче. Вторые считают напротив. Их не возьмут, потому что мало опыта. Организаторы же обещают, что работа найдется для всех. Предлагают даже стажировку и трудоустройство за рубежом. Есть места и для переселенцев. Мы можем предложить как грузчика, домохозяйку, няню. Так и более профильное. Это заведующие магазином, заведующие аптекой. И более-таки другие вакансии. То есть на разный план можно подобрать. Тот, кто не смог найти работу по специальности, всегда может переучиться. Например, город Электротранс предлагает курсы по вождению троллейбуса или трамвая совершенно бесплатно. А в Центре профессионально-технического образования вполне реально освоить одну из 25 профессий меньше, чем за год. Большим спросом на сегодняшний момент очень пользуется сфера услуг. Потому что молодые люди готовы обучаться профессиям маникюр, педикюр, парикмахеры, администраторы, кассиры в банке и многие другие. Их более 13 профессий на сегодняшней по сфере услуг. И с удовольствием получают образование за короткий период и бесплатно. Конфуций сказал, выбери себе работу по душе и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Этого всем одесситам желают Олеся Повар, Алексей Филиппов, 7 канал. Протезы для бойцов АТО из пластиковых бутылок. На фестивале по переработке пластмассы, который пройдет в ПГТ Коминтерновская, совместят приятное с полезным. Сначала пластик будут использовать как строительный материал, а после эта же тара пойдет на переработку. Тема экологична, вона має велике значение, по-перше. А по-друге, це те, що продовжу уже майже півтора року наша організація займається волонтерською діяльністю допомозі АТО. То якраз тема нам ще цікавить тим, що потім весь цей пластик, який буде задіяний на фестивалі, він буде переданій тій організації, яка займається потім вже виготовленням протезів для учасників АТО. Фестиваль продліться с 28 по 30 августа. За це время учасники планирують построити з пластиковых бутылок лодки і устроити на них гонки. В програмі також мастер-класси по переработці пластмассы і хороша музика. Просто все-таки хотілося б, щоб було не просто творчий фестиваль, з яким-то екологічним уклоном, але так як екологічних фестивалів у нас вже тьма тьмуща, то провести соревновання для людей, у которых растуть руки оттуда, откуда треба, і вони можуть щось сообразити, було б дуже неплохо. І наградити їх 20 тисячами гривень. Приняти участь у мероприятий ви можете при двох условіях, якщо вам вже є 16 і ви гражданин України. Більше ограничений нет. Не розмінулись. На Старо-Порто-Франковській столкнулись два автомобиля. Водитель Мерседеса пытался выехати з двора і повернути на проєжжую части по направлению к Большой Орнаутській. Мужчина, який був за рулем Шкоди, маневра не зрозуміли. Я виїжджався з двора, виїхав вже почти, показав поворот, виїхав вже на полкузова на дорогу, мене треба було повернути налево. Я в цей момент повернувся направо, посмотреть, нету ли встречного транспорта. Ну і вже смотрю, нету, там тоже не було, і я почав ехати. А він почав обгоняти мене по встречному, ну вот і я не успел оттормозитися, так і получилось. Водитель Шкоды виновным в ситуации считает мужчину, находившогося за рулем второго авто. Вон не прав, че я подивлющаюсь, я оправдываюсь или що? Я еду по улиці, він виїжджає, він должен пропустить був мене і весь поток, який тут шел. Первыми на месте ДТП оказались правоохранители, убедились, что правопорядку ничего не угрожает, і уехали. Водители их авто остались на дороге до прибытия сотрудников службы госавтоинспекції. Мусорное искусство на чайной фабрике. Арт-критик Ута Кильтер презентовала свой новый проект под названием «Экоурбанизм». Экспозиция составлена из сотен использованных полиэтиленовых пакетов. Почему вместо мусорной свалки они оказались на стенах Центра современного искусства, выясняла Юлия Федорова. Я не собирала по улицам. Это все мое. Я просто ничего не выбрасывала. Я просто хотела людям показать, что треба с цим щось робити. Ута Кильтер объявила бой полиэтиленовым пакетам. О том, что это большое зло, в Европе говорят давно. Во многих странах использование полиэтилена запретили. Время полезной жизни такого кулька – 15-20 минут. А после природе нужно несколько столетий, чтобы его переработать. В моей стране кульки не перерабатываются. То есть они аккумулируются, не загрязняют среду. В цивилизованных странах отделяются и перерабатываются. Вплоть до того, что делают новые формы тротуара. То есть все в кульках, море в кульках. И поэтому не выбрасывать как-то отдельно, хотя бы сюда. Ута Кильтер перестала выбрасывать полиэтиленовые пакеты два года назад. Одна часть пошла на экспозицию, другая – на образ Нефертити. Создал ее одесский скульптор Пауль Бреттер с помощью обычного строительного фена. Благодаря тому, что кульки тонкие, хорошо спекаются от температуры, это, возможно, подобное что-то по Пьемаше, техника, только с применением кульков. Все это кульки из супермаркетов, аптек, вокзалов, аэропортов. Среди них логотипы мировых брендов и малоизвестных компаний. Отдельная стена пакеты, которые Ута Кильтер привозила из разных стран Европы. Стажировка на BBC London. Это Эрнст Людвиг Киршнер. Ретроспектив. Это Витта, где диплом получала. Все это трэш-арт, альтернативное искусство и протест против шаблонов. Старый хлам приобретает новую жизнь. К проекту Ута Кильтер присоединилась популярная одесская группа «Какаха». Свои музыкальные инструменты они делают из металлолома, найденного на свалках. Наши инструменты новые сделаны как раз из мусора, только из железного мусора, который можно найти в сковородке, лопаты. Из макулатуры сделано, так что шляпа тоже эко. По данным Комитета ООН по охране природы, более 100 тысяч редких морских животных ежегодно погибают из-за попавших в море пакетов. Гибнет от них и огромное количество птиц. А скептикам, которые не верят в жизнь без полиэтилена, авторы проекта «Экоурбанизм» напоминают, еще 50 лет назад такие кульки были диковинкой. Книжная ночь пройдет на Дерибасовской в Горсаду. 7 августа с 18 до 24 там организуют самый большой в Одессе и по-ночному романтичный книжный маркет. Организаторы обещают презентации издательских новинок и нон-стоп программу «Под открытым небом». Это будут литературные перформансы, театральных фестивалей, зеленый театр и молоко, поэтический марафон от студии «Зеленая лампа», а также музыкальная программа. Книжная ночь пройдет в рамках выставки-ярмарки «Зеленая волна». Купаться можно, об этом заявляют сотрудники санэпидемслужбы. Они регулярно проверяют морскую воду на наличие вредоносных бактерий. Только за последнюю неделю отобрали 48 проб, все соответствуют нормам. Пляжи ждут посетителей, тем более, что температура воздуха располагает к отдыху. Градусник термометра превысил отметку 30+, а температура морской воды – 23 градуса. Таким был этот день. Среда, 29 июля. Завтра будут другие события. Спокойного вам вечера и ночи. Увидимся завтра.